приветствую всех друзья в этом новом прекрасном выпуске сегодня у нас котелеты из щуки сочные вкусные ароматные по очень простому рецепту также наметим с вами кое-что на будущее на этой неделе у нас два выпуска друзья уравновь два выпуска накроем великолепный стол будем встречать гостей неделя рыбная хорошие рецепты и очень простые не пропускайте этого выпуска и следующего конечно же полетели перекопали засранцы просто все честное слово от парковки на центральный рынок не осталось ничего а я довольна сегодня суббота я приехала за рыбкой пойдем со мной вы же посмотрите вот выше посмотрите на это безумное изобилие наш центральный рынок он отличается вот эти вот показ изобилием потому что мне кажется твой щука они там у вас филе щуки первое вот все любезны вот так друзья шла-шла пирожок нашла сегодня вот котлеты и щуки все жизнь удалась котлеты и щуки тоже мы обожаем кстати у меня есть рецепта от подписчицы какие-то как это ощущает надо тоже глянуть сегодня он у меня за горшки запрятан для того чтобы когда-нибудь воспользоваться почему бы не сегодня так смотрим что еще салатчик ну как нельзя ну как нельзя не знаю знаю надо брать смотрите лососок у нас совсем не дешевенький но свежайший сегодняшний и корочка красная надо как-нибудь с нами с вами засолить будет вместе у надо скумбрики взять еще у вас будьте любезны такие большие две жирненькие в общем да разнообразие у нас здесь сумасшедшая боже это кто-то это масляная рыбка посадите какой красивый сегодня утром думала что может быть хочу купить карпа капченого но уже не хочу уже котлеты хочу так иду за исландской селедкой потом немножко про нее вам расскажу если когда-нибудь у вас появится желание отведать самые вкусные селедки на этом белом совете как мне кажется и не только мне между прочим то милости просим к нам на центральный рынок но единственная пометочка только одна единственная лавка продает ту самую селедочку спросите у любого продавца вас направят а я именно туда и направляюсь и я надеюсь что она есть здесь здесь цена и и 650 и мы сейчас наберем много любят взрослые и дети абсолютно точно проверено а мы с вами двигаемся в ряды с овощами фруктами и всем прочим люди идут смотрят что я с камерой мне это все равно господи я привыкла а мало то что с камерой так еще и с коляской без ребенка прикольно и вот мы с вами выходим в те самые ряды но разве это не рай друзья посмотрите и зелененькие клюшинка-черешинка лисички и зеленушка маме нужно купить лучка у коробчика это заказ боже боже так и картофель вот и скажите мне пожалуйста вот это вот все молодая прекрасная дама может утащить на своих хоробких плечах конечно не мажет коляска путается под ногами людей много но мы не унываем двигаемся дальше в светлое будущее а ближайшее будущее нам сулит прекрасные вкусные сочные румяные котлетки для этого я тщательно мою щучье филе и очищаю одну луковичку у меня молоденький лучок сейчас самый сезон и мы ни в коем случае не отказываем себе в этом удовольствии итак беремся за дело первым делом мне нужно удалить крупные кости из щучьего филе мелкие кости я оставлю в своей мясорубке пускай сама справляются лучок нарезаю также нам потребуется немного жирненькой свининки точное количество ингредиентов вы как всегда найдете в описании к этому видео свининку можно заменить на сливочное масло к примеру кто допустим не ест свинину на килограмм рыб более чем достаточно 200 грамм также нам потребуется хлебушек хлебушек беленький сдобный ароматный у меня вот такие две булочки на глаз приблизительно это будет около пяти кусочков обычных хлеба его заливая просто водичкой и идем с вами готовить фарш для того чтобы его перемолоть я использую сеточку самыми маленькими дырачками фарш буду пропускать через мясорубку два раза для того чтобы быть уверенной что костей не останется ну что ж дорогие любимые фарш готов осталось его всего лишь приправить нам потребуется два яйца соль черный молотый перчик причем именно свежим молотой было бы желательно так как рыбка безумно любит аромат и черного перца и на этом все друзья больше никаких специй умоляю потому что вкус щуки он настолько достоин что закрывать его какими-то лишними ароматами совсем не хочется вымешиваем фарш желательно руками помощников если у вас такие в доме есть как видите мне очень повезло и я думаю что эти золотые руки заслуживают свой лайк нечего откладывать на завтра то что можно скушать сегодня друзья давайте срочно будем жарить котлетки смачиваю руку водой и формирую котлетку толщиной примерно в полтора сантиметра жарим котлетки на огне из девяти семерочка то есть чуть выше среднего и на большом достаточно количестве масла рыбка это любит но что интересно в то же время большого количества масла в себя она не впитывает котлетку переворачиваем только тогда когда она хорошо зарумянилась это главный секрет рыба прожаривается мгновенно поэтому приблизительно по 3-4 минуты с каждой стороны и котлетки будут полностью прожарены а перекладываю их я в теплый протвенек таким образом они останутся сочными что за картина маслом спросите меня откуда вдруг взялись цукини хочу сказать я вам что нас ждет еще прекрасный гарнир сейчас самый сезон цукини и кабачков поэтому немедленно приступаем к его приготовлению все очень просто друзья в этом рецепте я люблю использовать молодые цукини так как их можно порезать на удобные порционные половинки а дальше все очень просто солим перчим и сдабриваем немного растительным или оливковым маслом кто что пожелает используйте и вот теперь самое интересное срез цукини окунаем в сухарики после чего отправляем обратно на протвенек и в духовочку разогрета она у меня на 180 градусов вверх-низ конвекция приблизительно 15-20 минут будет все зависит от размера цукини или кабачка очень уж хочется чтобы цукини остался в состоянии аль денте на зубок как говорят итальянцы как только цукини приготовились перекладываю их в сервировочную тарелку божественной красоты и немедленно укрываю шапочкой из гранулированного творожка если такого творога нету не расстраиваемся намешаем обычный вкусный творожок со сметанкой и повторим процедуру а сверху все это дело покроем большим количеством зелени у нас укроп, петрушечка и зеленый лучок вот так просто и быстро мы с вами накрыли царский пир посмотрите до чего же это красиво, сочно, а как это было вкусно как котлетосик? мужскими руками вымешанный горячий но очень вкусный да? а как тебе кабачок? ааа цукини ты не попробовал? ну как? очень хороший не это самое плотненький такой ну не передержанный я не люблю когда все, я люблю не до короче все получилось у нас светулька котлетка да? но света не ест творог поэтому она снула но все равно все равно вкус и нячья очень нежная ну за прекрасный ужин за щучьи котлетки таким получился этот выпуск друзья я была очень рада для вас стараться надеюсь что он вам понравился а сейчас небольшой анонс к следующему выпуску будет также рыбка конкурентка даже лососику может фору дать друзьям так что не пропускайте следующего выпуска люблю вас целую и совсем скоро увидимся пока 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 пока